Смотрите Wrestlemania 36 вместе с нами в прямом эфире. Трансляция пройдет 4 и 5 апреля в нашей группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Фадеев Руслан, WWE-влог, и прямо сейчас я должен был находиться во Флориде и снимать для вас влоги с главного рестлинг-шоу года. Но коронавирус. В итоге Wrestlemania 36 пройдет в подготовительном центре WWE без зрителей. И вообще по факту она была записана еще на той неделе. Более того, Манию решили разделить на 2 дня. Первый покажут сегодня ночью, а второй завтра. При этом нам даже не сказали, как матчи будут поделены. В общем, все это максимально странно и непонятно, но без своих прогнозов я вас, конечно, не оставлю. А перед тем, как начать, я бы хотел порекомендовать вам канал наших старых друзей, которые уже на протяжении долгого времени выпускают видео о прорестлинге каждую неделю. Не только о WWE, но и о сфере Пура Ресу. Я имею ввиду Pro Wrestling Dominium. Годных каналов о прорестлинге в Рунете становится все меньше, так что я бы посоветовал вам зайти в комментарии и оценить их канал, ссылка на который находится в закрепе. Ну а теперь к прогнозам. Алистер Блэк против Бобби Лэшли. Пожалуй, самый рандомный матч без какого-либо намека на фьюд. Если честно, очень хотел бы, чтобы Блэк просто заскошил соперника с одного приема, как очередного Джоббера. Просто Лэшли уже все равно не спасти, да и матч вряд ли выйдет удачный. А вот Блэку такая победа пошла бы на пользу. И Лайас против Короля Корбина. Но здесь был хотя бы прикольный момент, когда Корбин скинул гитариста с балкона. Правда, теперь WWE сообщает, что из-за этого матч может и не состояться. Что-то мне подсказывает, что заменить И Лайаса может ведущий Мани Роб Гранковски, который, собственно, и назначил этот бой. В любом случае, думаю, что Корбин потерпит поражение. Отис против Дольфа Зиглера. Казалось бы, такая слабая вывеска, но на удивление, это один из самых долгих и продуманных сюжетов, который даже получил мощное развитие на последнем смэкдаун, когда неизвестный раскрыл правду о том, что Соня и Дольф были в сговоре, чтобы разрушить отношения Отиса и Мэнди. Мне даже интересно, к чему все это приведет, а в матче я поставлю на Отиса. Кабуки Вориорс будут защищать женские командные титулы против Алекса Близ и Ники Кросс. Здесь как-то совсем не верится в титульную смену. Если кто забыл, японки, именно у них и выиграли эти титулы, ровно полгода назад. И зацикливать сейчас эту историю я, честно говоря, не вижу смысла. Матч за командное чемпионство Ро. Стрит Профитс против Энджела Гарзе и новичка из NXT Остина Тиэри. Если бы Андрада не получил травму, я бы еще подумал. Но вот эта замена на Тиэри выглядит уж слишком необдуманной, и отдавать титулы необкатанной команде было бы просто глупо. Хотя на Тиэри в основе я бы посмотрел. Парень очень перспективный. Командное чемпионство SmackDown будет стоять на кону в матче с Лестницами. Мисс и Моррисон против Нового Дня и против Братьев Уса. Звучит очень здорово и даже интригующе, но меня смущают слухи о том, что Мисс почувствовал себя плохо и не смог поучаствовать в записях Мании. Не буду затягивать и фантазировать на тему того, что из всего этого могло получиться, и просто поставлю на действующих чемпионов. Сэмми Зейн против Дэниела Брайана за интерконтинентальное чемпионство. В свое время я бы душу продал за такой матч, но в текущих условиях и гиммиках, думаю, он скорее разочарует. Понятно, что в честном матче у Сэмми нет никаких шансов, но понятно также и то, что честного матча, скорее всего, и не будет. И тем не менее, я почему-то верю в Ди Брайана. Бейли будет защищать женское чемпионство Смэкдаун в пятистороннем матче на выбывание. Думаю, вы согласитесь, что Томину и Наоми мы даже рассматривать не будем. У Эванс шансы, наверное, есть, но если бы ее хотели сделать чемпионкой, думаю, Букинг выстраивался бы немного иначе. Самый интересный вариант это, конечно, Саша Бэнкс, но я подозреваю, что WWE хотят дождаться окончания эпидемии и только тогда спустить этот триггер. Так что мой голос за Бейли. Кевин Оуэнс против Сета Роллинса. Потенциально один из лучших матчей шоу, в котором победить может любой. Не удивлюсь, если прямо перед матчем Винс Макмэн с считалочкой определял, кто кого удержит. Лично я считаю, что победа больше нужна Кео, но никакой уверенности в таком исходе у меня нет. Рия Рипли будет защищать женское чемпионство NXT от победительницы Королевской битвы Шарлотты Флэр. Идея этого матча была весьма интересна, но сам Фьюд немного разочаровал, ведь развития истории и персонажей толком и не было. Что касается результата, то не вижу смысла отдавать Шарлотте титул NXT. Поставлю на Рипли. Гробовщик и AJ Styles проведут матч на кладбище. Причем инсайдеры поговаривают, что поединок точно не разочарует фанатов. Думаю, должно получиться как минимум атмосферно. Учитывая, что Styles по ходу Фьюда задевал личную жизнь Гробовщика, Марк Кэллоуэй выйдет на матч максимально мотивированным и скорее всего победит. Тем более, что это явно не последний матч Феномена на Реслмании. Еще один специфический матч это Джон Сина против Брэя Уайта. Матч Firefly Funhouse. Понятия не имею, что это такое. Думаю, будет много сюрреализма и крепоты по типу того, что было на последнем SmackDown. Ну а если Сина победит и здесь, то персонаж Уайта можно окончательно выкидывать на помойку. Так что я за изверга. Рэнди Ортон против Эджа. Матч Last Man Standing. Очень обидно, что первый матч Эджа на Мании после такого грандиозного возвращения состоится вот в таких условиях. С другой стороны, они могут внести в поединок еще больше психологии и разгуляться на полную катушку в плане спотов. Ну и конечно Эдж должен побеждать. Иначе зачем это все? Бекки Линч уже год удерживает женское чемпионство Ро. Но на этот раз она вполне может с ним распрощаться. Ведь ее ждет поединок против Шейны Безлер. На мой взгляд, здесь все довольно очевидно. Шейна просто уничтожила всех своих соперниц по Элиминейшн Чембер. И если сейчас она проиграет, то весь этот сильный букинг будет слит в унитаз, а Бекки просто не с кем будет сражаться. К тому же Бекки и Сет хотели в скором времени сыграть свадьбу, и наверняка они захотят взять отпуск на месяц-другой. В общем, Шейна должна побеждать. Голдверг будет защищать чемпионство вселенной от Брона Строумана. Да, если кто спасается от вирусов в каком-нибудь бункере, в последний момент Роман Рейнс решил не участвовать в съемках Мании, дабы не рисковать здоровьем. И он без всяких объяснений был заменен на Строумана. И вот ради этого стоило снимать титул Свайта. Ну что ж, в победе Рейнса я вообще не сомневался. Но вот положат ли Голдберга под Строумана, в этом я что-то сильно сомневаюсь. Думаю, Биллу все-таки оставят титул и передадут его Рейнсу, когда все успокоится на каком-нибудь Саммерслэм. И, наконец, Брок Лесснер против Дрю Макентайра. Матч за чемпионство WWE. Для меня это, наверное, самый ожидаемый матч на шоу. Я был очень рад победе Макентайра в Королевской Битве, и он не разочаровал меня на дороге к Мании, как бы не критиковали его всякие... Росомахи. Ну, а матч весьма интригует, по той причине, что матчи Лесснера это всегда русская рулетка. Даже когда все идет к смене титула, он просто берет и защищается. И все-таки здесь я поставлю на Дрю. Сейчас WWE очень нужны новые лица в мейн-эвенте. Ну что ж, сегодня и завтра нас ждет, безусловно, самая необычная Роселмания в истории. Лично я очень надеюсь, что WWE подойдут ко всему с креативом и извлекут максимум достоинств из того факта, что шоу пройдет в таком формате. Также хотелось бы верить в то, что больше внимания будет уделено именно молодому поколению. Ведь шоу записано в подготовительном центре, а это их территория, и это было бы весьма символично. Ну а на этом все. Смотрите Роселманию вместе с нами. Еще увидимся. Пока.